Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. 300 шахтёров. Почему горняки блокируют движение автотранспорта на пограничном переходе? Афганские путешественники. Кого задержали пограничники в Закарпатье? Смертельно опасно. Грозит ли Украине эпидемия гриппа? Турецкий кошмар. Кто устроил взрыв, унесший более 10 жизней в Стамбуле? Трасса вместо забоя. Львовские шахтёры снова блокируют дороги. Сегодня перекрыли трассу недалеко от границы с Польшей. Чего они добиваются и кто из чиновников готов поддержать протестующих? Подробнее наши корреспонденты. Село Смиреков. Около 200 горняков перекрыли трассу Львов-Желква-Роворусская, ведущую к границе с Польшей. Пропускают только машины с детьми и автобусы с рабочими. Резные ситуации. Люди тоже на работу едут. И дети не будут стоять тут разом с нами мерзнуть. Эта же трасса перекрыта еще в двух местах. Возле села Воля-Высоцкая и поселка Куликов. За последние несколько месяцев это уже восьмая акция протеста львовских шахтёров. Неделю назад горняки шахты Степная объявили забастовку. Требования тоже выплатить зарплату. За ноябрь получили только половину. Мы вымагаем ничего из них великого. Мы просто вымагаем, чтобы они нашли деньги 58 миллионов, 287 тысяч гривен для покрытия заборованности зала 100 под месяц. Зарплату за декабрь горняки должны получить в 20-х числах января. По крайней мере так уверяли в правительстве. Три недели назад, когда шахтёры вышли на всеукраинский митинг к Верховной Раде. Но в корне эту ситуацию не изменит, считают в профсоюзе горняков. Нужна господдержка, которой шахты лишились ещё в прошлом году. С тех пор и постоянная задолженность. Если господдержку вернут, то шахты будут развиваться. И долгов по зарплате не будет. На переговоры с шахтёрами сегодня приехали областные чиновники. А вот областные депутаты горняков поддержали. На сессии приняли обращение к президенту, премьер-министру и Верховной Раде. Требуют, чтобы в бюджет на 2016 год внесли статью о государственной поддержке шахт. Наталья Савченко, Кристина Гошенко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Новые подробности перестрелки на Драгобрате. Кого суд оставил под стражей и в чём бойцов правого сектора обвинил губернатор области Геннадий Москаль. Все подробности у Марины Коваль. Более суток длится судебное заседание в Ужгороде. Судья работает без перерыва на сон. Задержанных медики то увозили в больницу, то возвращали назад в судебный зал. В 7 часов утра судья принимает решение. Двое из задержанных останутся под стражей на 2 месяца. Ближе к вечеру такой же вердикт по третьему задержанному. Тем временем силовики Ивано-Франковской области рассказали, что 9 января по пути на Закарпатье эта же вооружённая компания отметилась в Косовском районе. Избили нескольких жителей, угнали автомобиль. Двом гражданам нанесли телесные ушкоджения на побутовом грунте. После этого они спричинили ещё одному граждану, местному жительству, телесные ушкоджения. Незаконно завладел транспортным способом ВАЗ-21-01, аналогично местного жительства, который просто ехал по дороге, они его зупинили с погрозой застояния оружия. Заставили провести их до села Люча Косовского района. После чего заподелили телесные ушкоджения, завладели его мобильным телефоном. Поместили его в багажное отделение. А в Закарпатской обладминистрации сообщили, двое из задержанных ранее участвовали в разбойных нападениях в Кировоградской, Киевской и Львовской областях. В четырех регионах Украины эти вещи сходили им из рук. Так же пьяные дебоши с использованием огнепального и боевого оружия, которое незаконно у них находится только на Закарпатии. Они просто нарвались уже на людей. Насколько это отсечь, или превышает межи самообороны, использование травматического пистолета, это свидетельство. При них были 160 тысяч российских рублей. Это, если перевести в гривни, немного больше 50 тысяч гривен. Они не говорят, где, какое походство, а свидетельство. Геннадий Маскаль на своем сайте пишет, мол, вопрос, откуда у бойцов правого сектора российская валюта. Неужели им платят зарплату в рублях? И предупреждает, не позволит превратить курортную зону в полигон для преступников. Ну а сами задержанные вот что говорят на судебном заседании о деньгах. Как же все было? Кто начал перестрелку и почему могло бы прояснить видео с камер наблюдения? И оно существует. Пока что это видео, там гигабайты, гигабайты видео. Их выучают следователи. И они уже, когда можно будет так, когда они позволят, мы их оприлюдим. Пока что потерпели, как с той стороны, так и с той стороны. Мы проводим неупередженное расследование. Тем временем в Ужгороде до сих пор продолжается судебное заседание, которое должно решить судьбу еще двоих задержанных членов правого сектора. Закарпатская прокуратура требует всех пятерых оставить под стражей. Марина Коваль, Юрий Ковалев, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер. Судью по делу Геннадия Корбана назначили законно. В систему автоматического распределения дел никто не вмешивался. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре. Расследование начали после обращения адвокатов Корбана в правоохранительные органы. Экспертизу проводили в Национальном институте судебных экспертиз. Завтра жалобу по делу Корбана рассмотрят в апелляционном суде Киева. Ее подали защитники обвиняемого. Процесс возглавит назначенный ранее судья, который решит вопрос об изменении меры пресечения. А в Конституционном суде сегодня решали судьбу судебной реформы. Соответствует ли она основному закону Украины и готов ли вердикт, узнаем у Ирины Романовой. Прежде чем дать отмашку судебной реформе, НРДП еще перед Новым годом отправили законопроект в Конституционный суд, чтобы там оценили, отвечает ли документ Конституции. Ведь он предполагает изменения нескольких десятков статей основного закона. Сегодня судьи собрались для устного обсуждения. Судья Александр Литвинов почти час цитирует предложенное новшество. Касаются они не только назначения увольнения судей, в том числе и Конституционного суда, но и работы прокуратуры, а также деятельности нового органа Высшего Совета Правосудия, который со временем заменит Высший Совет Юстиции. На заседании представители парламента и президента. Мы пытаемся получать результат на главный вопрос. Чи судовая влада реформуется в конце концов, или нет? Я могу вам ответить. Так, судовая влада будет реформована. Деполитизация и обеспечение независимости судовой влады. По-другому, это обновление судебного корпуса соответственно европейских стандартов. Это две ключевые позиции, которые следует законопроект. Мы надеемся, что Конституционный суд надаст позитивный высказок и поддерживает этот законопроект. Алексей Филатов, член рабочей группы, готовивший законопроект, ссылается на выводы Венецианской комиссии. По его словам, она дважды анализировала документ и дважды его одобрила. Но у судей все же есть вопросы и немало. Например, за что теперь судью могут привлечь к ответственности? И чи не будем мы мать такую ситуацию, когда судья, который кого-то не влаштовывает, только проголосивши определенное судовое решение, будет иметь уже соответствующее криминальное проведение в справе. Судья анализируют документ целый день с небольшими перерывами. Кроме прочего, акцентируют внимание на квалификационных требованиях. Доброчесность. Ну, нигде в законодавстве я такого визначения не нашел. Что до высокой моральной якости. А если это будет не высокой, а нормальной моральной якости. Как тут быть? Заслушивают также глав высшего совета юстиции, высшей квалификационной комиссии судей и Верховного суда. Проект закону Украины про внесение изменений до Конституции Украины щодо правосудия відповідає вимогам статей 157 и 158 Конституции Украины. Розгляд справи в открытой части пленарного заседания оголошую завершенным. Конституционный суд Украины переходит до закрытой части пленарного заседания для надания висновку в справе. Как только суд сделает выводы, Юрий Баулин обещает сразу же сообщить об этом общественности. Ирина Романова, Виталий Коваренко, подробности, телеканал Интер. Десятки человек погибли в Украине от гриппа менее чем за месяц. Эпидемии калифорнийского, или как его еще называют, свиного гриппа на сегодняшний день нет. Но что делать, если вы почувствовали первые симптомы и чего делать категорически нельзя, расскажут наши корреспонденты. Сегодня в больницах Одессы карантин. Проведывать больных строго запрещено. Всего за три недели 11 смертей от пневмонии, которая стала осложнением гриппа АХ1Н1. Одессит Арсен рассказывает, у его друга все начиналось, как обычная простуда. Потом резко подскочила температура. Это неделю, и он в течение недели умер, и все удивились. Молодой парень, 30 лет. Да, жена и двое детей остались. Высокую смертность врачи связывают с тем, что в городе циркулирует именно этот крайне опасный штамм калифорнийского, или как его еще называют, свиного гриппа. В Одессе создан штаб, дополнительно закупаются лекарства, благо, что у школьников еще неделя каникул. Пневмония протекает очень бурно. Если вечером, может быть, на снимке изменения только в нижней доле, то утром поражено, оба легких поражены. И бороться с этим, поверьте, очень тяжело. Среди умерших большинство мужчины, которые слишком поздно обратились за медицинской помощью. Врачи считают, пока рано говорить об эпидемии, но порог уже очень близок. В группы риска входят люди в возрасте от 35 до 70 лет. Кроме этого, к группе риска по свиному гриппу относятся в первую очередь беременные, больные с эндокринными нарушениями. Еще сложнее ситуация в Донецкой области. На подконтрольной Украине территории с конца декабря от осложнений гриппа умерли 27 человек, причем 17 из них в Краматорске. С диагнозами ОРВИ и грипп в больницах остаются более 200 пациентов. 25 детей с пневмониями, 6 достаточно тяжелые находятся в реанимации, 1 на кислородной поддержке, 1 тяжелый, который с острой почечной недостаточностью, с пневмонией, мы отправили в Харьков. В школах Краматорска объявлен карантин, в аптеках начались перебои с противовирусными препаратами. Облздравотделам поставлено порядка 70 пачек Тамифлу в город, но этого, конечно, недостаточно. Одному больному необходимо 2 пачки этого препарата. В Министерстве здравоохранения сегодня собрали брифинг, говорили о ситуации с гриппом, утверждают вопрос закупки медпрепаратов, проблема каждого отдельно взятого региона, мол, нужно реагировать быстрее. В ведомстве приводят статистику, смертельных случаев от осложнений гриппа больше всего фиксируют в Одесской, Винницкой, Харьковской областях, а также в Киеве. А вот что происходит в Донецкой области, сейчас выясняет комиссия. Правда, чиновники признаются, данные поступают в Министерство с опозданием, поэтому не всегда отвечают реальному положению вещей. На сегодняшний день ни одна область не превышала и под пороги. Но это совсем выразняется этот период совсем другим ознакомым, агрессивностью вируса. Врачи же не устают напоминать, при первых симптомах гриппа, а это температура, ломота в теле, головная боль, сразу обращайтесь к врачу. Самостоятельно можно принять жаропонижающие препараты, но ни в коем случае не аспирин, а лекарство на основе парацетамола. Андрей Анастасов, Татьяна Авинникова, Ирина Исаченко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Эпидемии гриппа, к счастью, нет и среди бойцов в зоне АТО. В пресс-центре штаба сообщают лишь о единичных случаях заболеваний. Болеть нашим военным действительно некогда. Ситуация на фронте обострилась. О боях в районе Светлодарской дуги расскажет Геннадий Вивденко. Это район Светлодарской дуги. Бои, в принципе, и ночью, и днем. Сейчас туманы. Братские снайперы нас не видят, можно идти, даже не пригибаясь. Однако уже через несколько минут все меняется. Начинается стрелковый бой. Приходится держать дистанцию, чтобы враг не накрыл всю нашу группу вместе. Пули свистят уже прямо над головой. Дальше уже бегом к окопам. Ну что, добро пожаловать в рай. Только что наши бойцы огнем заставили противника замолчать. Боец с позывным Любаня эмоционально объясняет поведение врага. А что объяснять, что за стрельба? Голову что-то с брелой, давай стрелять. По нам дали пару коротких. А это по пачке тоже выхило. Средняя позиция. После вражеского огня из пулеметов надо проверить, не было ли это прикрытием для прохождения диверсантов. Ночью в теплак видно, да вот туда рисачи текают. Подходят черти близко. Не получится у них ничего. Бывает, подлазят до 400, до 300 метров подлазят сюда. Это уже противоимутимость. Бои периодически вспыхивают по всей линии Светлодарской дуги. От поселка Троицкое до Луганского. Особенно ожесточенные ночью. За ночь было 9 обстрелов. Застосовывали минометы 82-й калибр. Працювали диверсийно-разведывательные группы, которые на 200 метров подошли до наших позиций. Спрацювали минобуховые пристрои. Завязался бой. Мы дали адекватную ответственность. Тракт с нашего боку нет. Теперь оттепель. Постоянный дождь со снегом. Бойцы особенно бдительны сейчас. В тумане враг может приблизиться вплотную незаметно. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Теракт в Стамбуле. Взрыв прогремел на площади в центре города. К этому часу известно об 11 погибших. 9 из них туристы из Германии. Еще 15 человек ранены. Все подробности расскажет Вениамин Трубачев. Он сейчас находится в Турции. Взрыв прогремел утром в центре Стамбула на площади Султан Ахмед. Именно там сосредоточены знаменитые достопримечательности, в том числе Голубая мечеть. Как раз в первой половине дня туда съезжаются туристы на экскурсии. И вот первые кадры сняты после взрыва. Начался хаос. Люди разбегались в разные стороны. И довольно быстро на место трагедии приехали медики и полиция. Это видео сняли уже у ворот больницы. Сюда кареты скорых привозили пострадавших. Врачи говорят, у всех осколочные ранения, что означает бомбы были начинены маленькими металлическими предметами для большего радиуса поражения. Очевидцы утверждают, себя взорвал террорист-смертник. Он подошел к группе немецких туристов и после чего прогремел взрыв. Это точно был смертник. Я видел все. Была суматоха. Полицейские пытались эвакуировать людей. Они говорили, что возможен еще один взрыв. Спецслужбы уже установили личность террориста-смертника. Им оказался выходец из Сирии. Сообщается, что ему 28 лет было. По основной версии организаторами теракта являются боевики исламского государства. С официальным заявлением выступил президент Турции Раджеп Таип Пердаган. Он выразил соболезнования родственникам погибших. Я решительно осуждаю террористический акт в Стамбуле. Этот инцидент показал, что мы должны быть солидарными и сплотиться все как один, как одна нация против терактов. Среди погибших и пострадавших по предварительной информации украинских граждан нет. Об этом нам сообщил генеральный консул в Стамбуле Василий Боднар. Впрочем, турецкие власти еще не опубликовали полный список жертв. За информацией международного отдела полиции безопасности Стамбула не подтверждены граждане Украины. Но это передняя информация и нам официально обещали подтвердить после того, как будет, скажем так, дозволь с анкарой на распространение информации про жертвы. До сих пор место взрыва оцеплено полицией. Продолжают работать спецслужбы. В городе усиленные меры безопасности. Даже визуально на улицах стало намного больше вооруженных патрулей. Вениамин Трубачев и Владлен Ноль подробностей. Телеканал Интер. Турция. Пегида за и против. Беспорядки в немецком Лейпциге. В погромах участвовали более двухсот человек. Так правые радикалы отметили годовщину создания своего антиисламского движения. Вместе с ними на улицы вышли и их противники. Чем закончился этот приступ взаимной ненависти? Подробнее Татьяна Лагунова. Она сейчас в Германии. Фото Ангелы Меркель в хиджабе и подпись «Забирай своих мусульман и уходи». Это кадры из немецкого Лейпцига. Там накануне прошла демонстрация движения Пегида. Европейские патриоты против исламизации Старого Света вывели на улицы города несколько тысяч человек, чтобы заявить, они против миграционной политики правительства и требуют отставки канцлера. Вся эта ситуация с иностранцами и то, как с ней справляются, очень волнует нас в последние недели и месяцы. Мы думаем, что все это закончится плохо. А это уже демонстрация противников Пегиды. Они тоже вышли на улицы Лейпцига. Несколько тысяч человек зажгли свечи в знак протеста против исламофобии и ксенофобии. Нельзя обобщать. Конечно, мы не можем спускать с рук то, что произошло в Кельне. Но нельзя винить всех за то, что сделала небольшая группа. А именно это сейчас и происходит. Мусульмане Германии бьют тревогу после событий в Кельне. В обществе усилились антиисламские настроения. Десятки звонков с угрозами. Сотни электронных писем с оскорблениями. Представители Центрального совета мусульман Германии рассказали журналистам. После Нового года их офис подвергся настоящей травле. Звонили так часто, что было принято решение на время отключить телефоны организации. Немецкие политики призывают к толерантности и вносят поправки в миграционные законы. Представители правящей коалиции сегодня заявили, они договорились упростить процедуру депортации мигрантов, которые совершили преступления. Высылать будут всех, кто осужден на срок от одного года за тяжкие правонарушения. Это необходимо, чтобы защитить пострадавших, но также для того, чтобы защитить подавляющее большинство добропорядочных беженцев. Они не заслужили, чтобы их отождествляли с преступниками. Возможно, подобные поправки вскоре примут и власти Швеции. Там сейчас разгорается громкий скандал, связанный с нападениями на женщин. Местные СМИ сообщили, летом прошлого и позапрошлого года группа выходцев из Афганистана агрессивно домогалась девушек на молодежном фестивале в Стокгольме. Полиция получила заявление от 40 пострадавших, но скрыла эту информацию от общественности. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Страшная находка в парижском аэропорту. В шасси самолета компании Air France обнаружили тело. Лайнер прибыл во Францию из бразильского Сан-Паула. Труп нашли при осмотре самолета в аэропорту Орли. О личности погибшего пока не сообщают. Тело направили в Парижский институт судебной медицины. Франция продолжает расследовать теракт в Париже. Почему организатор бойни до сих пор на свободе и где камера наблюдения смогла заснять террориста номер один. Подробности узнаем у нашего брюссельского корреспондента Софии Гордиенко. Два месяца спустя после парижских терактов Бельгию называют королевство Бельгистана. Европейские соседи смотрят на страну очень косо. Полицейские стараются изо всех сил, но поймать преступника номер один пока не получается. Где он сейчас неизвестно, но очевидно из Парижа приехал сюда, в Брюссель. Вот фото камер наблюдения. Раннее утро, заправка на скоростной трассе. Двое парней вышли подышать свежим воздухом. Слева он о чем-то говорит со своим другом. Еще один их спутник заправляет машину. Оба подельника беглого террориста уже задержаны. Они больше месяца дают показания правоохранителям. А вот главный бегрец и предполагаемый организатор будто растворился в воздухе. В ночь убийства его упустили три блокпоста на трассе. День спустя не задержали на явочной квартире в Маленбеке. Если сегодня полиции знают хоть что-нибудь о местонахождении Салаха, то молчит. В последние два месяца кажется, что задержаны десятки людей, соучастники террористов и просто опасные радикальные исламисты, до которых раньше не доходили руки. Новость дня. Допрошен вот этот человек Монтасер Аот-Деме, эксперт по дерадикализации. Весьма медийная личность. Его обвиняют в уже свидетельстве. Благодаря заключению этого эксперта был отпущен один из задержанных в ноябре джихадистов. Как выяснила полиция, позже освобожденный парень взгляды свои не поменял и точно не дерадикализировался. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Бельгия, Брюссель. Седьмое и последнее выступление президента США Барака Обамы в Конгрессе. Почему этот доклад не будет традиционным, расскажет наш собственный корреспондент в США Тихон Дзитко. Сегодняшнее выступление перед обеими палатами Конгресса для Барака Обамы седьмое по счету и последнее. В следующем году конгрессменам и американскому народу обратится новый президент, которого изберут в ноябре. А потому неудивительно, что нынешняя речь Обамы будет существенно отличаться от предыдущих. По словам советников главы государства, он будет подводить предварительные итоги своей деятельности на посту президента за последние семь лет, а также изложит свой взгляд на перспективы США. Президент собрал нас в конце прошлого года и сказал, я не хочу, чтобы это стало только разговором о текущей политике. Он хочет говорить о видении будущего этой страны. Мы чувствуем, что можем выиграть это будущее и смотрим вперед с оптимизмом. Естественно, Обама затронет и текущие вопросы удачи и промахи. Хотя местная пресса отмечает, никогда, пожалуй, в Белом доме не были столь скупы на комментарии в преддверии послания. Но некоторые темы очевидны. Сосредоточится президент на социальной и экономической политике, борьбе с безработицей, реформе здравоохранения и постепенном выходе из кризиса 2008 года, который удался нынешней администрации, а также борьбе с насилием, с использованием огнестрельного оружия. По традиции не обойдется и без политики внешней. Наблюдатели ожидают, что речь пойдет о ситуации на Ближнем Востоке и борьбе с террористами ИГИЛ, которые все больше угрожают США, а их последователи в минувшем месяце совершили теракт в Калифорнии. Выступление президента с докладом о положении страны традиционно воспринимается и как шоу. Оно начинается в 9 вечера, его транслируют многие телеканалы и смотрят многие. Сам Обама с помощью нескольких рекламных роликов призывал американцев не пропустить выступления. Речь пойдет не только о замечательном прогрессе, которого мы достигли, не только о том, что я хочу сделать в предстоящий год, но и о том, что нам всем нужно сделать в грядущие годы. Это нечто, что гарантирует у наших детей будет более сильная, лучшая, процветающая Америка. На следующий день после выступления президент по традиции отправится в американскую глубинку, на этот раз в штаты Луизиана и Небраска. Тихон Зитко, Никита Исайко, подробности, Американское бюро, телеканалы Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Цена мира, сколько будут получать контрактники украинской армии. Морятский арсенал, за что украинских моряков приговорили к пяти годам тюрьмы в Индии. Манна Газпрома, как уборщица российской корпорации купила сумку за несколько тысяч долларов. К пяти годам тюрьмы приговорили троих украинских моряков в Индии. Напомню, местные власти задержали судно, принадлежащее американской фирме «Адванфорд» еще в 2013 году. Весь экипаж, в составе которого были моряки из Индии, Великобритании, Украины и Эстонии, обвинили в контрабанде оружия и топлива, а также в несанкционированном входе в территориальные воды. МИД Украины вместе с британскими коллегами готовит сейчас обжалование этого приговора. На судебном заседании по делу российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова сегодня допросили двух свидетелей. О чем они рассказали и зачем на суд пришла сестра Надежды Савченко Вера? Подробнее расскажет Егор Логинов. В начале показания давал военный врач батальона «Айдар» Григорий Максимец. Именно он делал рентген раненым Ерофееву и Александрову, когда их привезли в больницу. При этом ГРУшники находились в сознании и не утаивая сообщили Максимцу свои личные данные. Фамилию Ерофеева назвал, сказал, что он спецназ Российской Федерации. Я еще спросил, а где ваша часть находится? На что получил ответ, что она находится в Тольятти? А в данный момент распортировано в Луганск. Вторым допрашивали командира разведывательного подразделения Богдана Казачика. Он рассказал, что в день задержания российских ГРУшников обнаружил и преследовал диверсионную группу противника, в которую предположительно входили Ерофеев и Александров. Я вижу их в посредине, когда их уже эвакуировали из места. Я просто вижу нехарактерную форму одежды. Деякие данные про них я получил телефон, который был выложен в одного из нападавших. У защиты Ерофеева и Александрова по традиции множество претензий к свидетелям. Они даже подали ходатайство судьям с просьбой считать часть показаний Казачика недействительными. Причина? Во время своего выступления разведчик часто ссылался на третьих лиц. Он приехал уже постфактум, то есть после нападения. Что касается первого свидетеля, он является врачом, рентгенологом, поэтому, кроме как процедуры проведения рентгеноскопии, как Ерофееву, так и Александрову, никакой другой информации, он как врач, давать в суде фактически не может. На судебное заседание пришла сестра Надежды Савченко, Вера, передает Ерофееву и Александрову привет от сестры. Допрос свидетелей продолжится завтра в 10.30 утра. На этот раз их будет пятеро. Егор Логинов, Игорь Сулей, подробности телеканал Интер. Известная крымско-татарская журналистка проиграла суд против ФСБ. Бывшая зам гендиректора телеканала АТР Лилия Буджурова подала иск против силовиков, обыскавших ее дом в Симферополе. 2 ноября прошлого года тогда к ней не пустили адвоката. Буджурова заявила о нарушении своего права на защиту и пошла в суд. Вот только разбирательства никакого не было. Сначала иск отклонил Киевский райсуд Симферополя, а сегодня уже апелляцию на это решение Верховный суд. Теперь журналистка попытается дойти до Верховного Суда России. Я, естественно, не рассчитываю в наших судах на победу в этом судебном процессе. И тем не менее я буду это продолжать, потому что я хочу, чтобы их никто не боялся. Потому что везде и всегда нужно защищать свое право. Мы пройдем все стадии обжалования. И вот в рамках правового поля Российской Федерации я буду делать все для того, чтобы подобная порочная практика по крайней мере у нас в Крыму в отношении наших клиентов не существовала. На Мариупольском направлении активизировались вражеские диверсионные группы. Уже неделю боевики пытаются атаковать украинские подразделения с тыла. Сложнее всего сейчас под Маринкой и Гранитным. Подробнее расскажет Станислав Кухарчук. Уже третий сутки на Донбассе льет проливной дождь кругом грязь слякоть затопило даже окопы. В таких условиях наши ребята вынуждены дежурить на позициях. Но для вражеских ДРГ погода лучше не придумаешь. Последнюю неделю они активизировали свою деятельность на Мариупольском направлении. Это позиции 72-й бригады недалеко от Гранитного. Алексей по косточке в грязи идет на наблюдательный пункт. Линия фронта здесь проходит по реке. Пользуясь непогодой боевики почти вплотную подходят к ней. Вот яр такой. Заходят к яру либо с камней начинают бить либо поднимаются на этот бур либо по яру поднимаются туда к бурру и начинают валить. Месяц назад влупили сюда в позицию. Мы втроем стояли с лопцами. Трохи подконтузи. Ночью в боевике обстреляли опорный пункт бригады из пулеметов. Позавчера по ребятам работал автоматический гранатомет. А неделю назад снайпер. Вот пуля стар такой человек стоял как раз тут. Ну увидел его и вовремя наклонился. Пуля трикошетила попала сюда. Опорный пункт боевиков как на ладони. Сразу же за ним жилые дома. Но противника это не смущает. Единственное спасение для бойцов ответный огонь. Это крупнокалиберный пулемет ДШК. Ребята между собой называют его Дашуля. В связи с участившимися обстрелами командирам на местах дали возможность самим принимать решение когда открывать ответный огонь. Пресс-офицер 72-й бригады говорит военные этой возможностью не злоупотребляют. Они постоянно хотя бы один раз в тиждень где-то из позиций ведут обстрел по нашим подразделам. На наш взгляд это и для специального подогревания конфликта. Военные надеются что с морозами активность вражеских ДРГ снизится улучшится видимость. Но холодов на Мариупольском направлении в ближайшее время не обещают. Станислав Кухарчук Вадим Ревун от Ночи Женко подробности телеканал Интер Донецкая область. Новые оклады контрактников с нового года рядовой будет получать 7 тысяч гривен в месяц. Командир 9 тысяч. На 3 тысячи больше зарплата командира батальона и почти 15 тысяч гривен в месяц обещают платить командиру бригады. Об этом заявили сегодня в Министерстве обороны. Выплаты по новым расчетам стартуют с января месяца. То есть с этого. Напомню, вчера Петр Порошенко пообещал повысить денежное обеспечение военнослужащим контрактникам в 2,5 раза. Три мушкетера вперед Гардемарина и Кавказская пленница. По закону киноленты с актерами из черного списка транслировать и можно и нельзя одновременно. Так как на самом деле обстоят дела разбиралась Ольга Теребинская. Комсомолк спортсменка наконец она просто красавец. А с конца прошлого года еще и персона нонграта в Украине вместе с Натальей Варлей в черном списке Минкульта 83 запрещенных деятелей искусства. Среди них Дмитрий Харатьян Валентина Талызина Михаил Боярский Валентин Гафт и другие. Будь добрый помедленнее я записываю. Теперь за появление их лиц на экранах телеканалам придется отвечать в суде. Но вот в чем парадокс законом запрещено показывать только те российские фильмы которые сняты после 1 января 2014 года. Получается советские киноленты с запретными актерами и можно и нельзя. Перед Новым годом эту ситуацию прокомментировали в нацсовете по вопросам телерадиовещания. Ирония судьбы я не вижу никаких подставок на сегодня чтобы его не было в эфире. Чародеи не вижу никаких подставок. Фильмы за участью Депардье не вижу никаких подставок. Чтобы их не показывать в Новый год после Нового года или когда до принятия отдельных решений. Тогда же в госкино сообщили спорную иронию судьбы с Валентиной Талызиной лично они не запрещали. Хотя именно этот орган имеет право забирать с телеканалов прокатные удостоверения. Украинские артисты также в недоумении причем в политике кино и каким образом старые киноленты угрожают нацбезопасности страны. Я не думаю что нужно заборонять фильмы радянского часа. Это был другой час были другие обстоятельства это была другая в решении страны и это фильмы для нас знаковые. В недоумении и нардепы оппозиционеры и подали Доминкульт в суд. Основанием для подачи этого иска стало увеличение списка лиц которые Министерство культуры считает угрозой национальной безопасности Украины до 83 человек. Очень сложно представить что такой фильм как Три мушкетера или Гараж например или Кавказская пленница составляют угрозу национальной безопасности Украины. Это особенно глупо выглядит с учетом того что в эпоху интернета не составляет вообще никакого труда найти любой фильм и просмотреть его не по телевизору а через компьютер. Поэтому безусловно это несусветная глупость. Теперь создателям черного списка самим придется предстать перед судом и обосновать этот перечень артистов и объяснить каким образом они угрожают над безопасностью страны. Такое решение принял окружной админсуд Киева. Осознавая что ну не могут актеры которые 20 лет назад играли вот в таких классических известных произведениях составлять угрозу национальной безопасности Украины мы подготовили и подали иск и не сомневаемся что в судебном заседании Министерство культуры или Служба безопасности не сможет просто предоставить никаких подтверждений того что эти лица своими действиями несут угрозу национальной безопасности Украины. В Министерстве культуры на наш запрос ответили материалы дела о черном списке из суда не получали но так или иначе 10 февраля в окружном админсуде Киева пройдет первое заседание по этому производству. Ольга Теребинская Вячеслав Фролов подробности телеканал Интер Ассоциация городов Украины совсем скоро президентское кресло этой организации станет вакантным ее действующий глава заявил что не будет баллотироваться на следующих выборах и вот почему чтобы сконцентрироваться на развитии города Кривого Рога я принял решение не баллотироваться третий раз на пост президента Ассоциации городов Украины и таким образом работать только на развитии города Кривого Рога нелегалов снова задержали на границе с Венгрией на этот раз 11 афганцев это две семьи четверо взрослых и семеро детей самому младшему всего лишь год они пытались незаконно попасть в Европу людей к границе ночью привел проводник дальше они должны были идти самостоятельно первыми с помощью тепловизора нелегалов заметили венгерские пограничники и сообщили украинским коллегам которые и задержали группу сейчас мигранты в Мукачевском погранодряде и уже подали прошение о статусе беженца в Украине одна это две семьи одна из этих семей уже третий раз пытается порушить государственный кордон один раз было первым это на территории Черновицкого прикордонного загона двое пытались порушить на территории нашего прикордонного загона против любой дискриминации в торговле с Украиной выступает Казахстан здесь готовы выполнять двусторонние договоры несмотря на российскую блокаду украинских товаров об этом сегодня по телефону говорили Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев также они обсудили возможность улучшения транзита украинских товаров и альтернативные пути торговли кроме этого главы государств говорили об инициативе Украины по разворачиванию на оккупированных территориях Донбасса международного миротворческого контингента о евроинтеграции Украине безвизовом режиме и о защите прав человека в оккупированном Крыму говорил сегодня президент Петр Порошенко встретился с послами сразу четырех стран Латвии Пакистана Ватикана и Бангладеш глава государства принял от них верительные грамоты и поздравил с началом работы в Украине также Порошенко поблагодарил за избрание Украины в состав непостоянных членов Совбеза ООН на ближайшие два года а еще за гуманитарную и финансовую помощь кроме этого говорил о необходимости углубления отношений между этими странами и Украиной но больше о безвизовом режиме и перспективах Украины безвизовый режим это политическая перспектива для Украины и только единая позиция на саммите Украина и ЕС помогла Еврокомиссии принять окончательное решение в середине декабря я очень рад что этот отчет оптимистичен значит Украина выполнила основные требования визовой либерализации ЕС я очень надеюсь что в начале года мы получим позитивный ответ Еврокомиссии мы стали на очень длинный но очень важный путь евроинтеграции Украины и должны гордиться прошлогодним успехом очень многое было сделано я верю в хорошую перспективу продолжения этого пути контактирую со многими коллегами из украинского МИДа и мы будем разрабатывать последующие планы чтобы углубить эту интеграцию оранжевый уровень опасности в Москве местные коммунальщики в напряжении столбик термометра опускается надвигается снежная буря а количество снегоуборочной техники не меняется чего ждать горожанам узнаем от Данила Русакова из-за ухудшения погоды в российской столице объявлен оранжевый уровень опасности столбики термометров опустились до минус 10 градусов штормовое предупреждение продлили еще на один день здесь ожидает сильный ветер метель и снежные заносы местами прогнозируют гололед все прелести стихии да еще и в кризис ощутили местные водители федеральный бюджет на 2016 сверстен с дефицитом и уборочная техника на улице города выезжает не дальше центра а дороги тем временем постепенно превращаются в каток аэрофлот отменяет рейсы прислужба авиакомпании сообщила 14 вылетов по погодным условиям уже решено отложить самолеты не полетят в Волгоград Новосибирск Пермь Красноярск а также Париж и Мюнхен скорость ветра в Москве сейчас составляет 15 метров в секунду снегопад продлится как минимум до следующего утра по данным синоптиков в среду здесь выпадет месячная норма осадков и след за заморозками ожидается резкое потепление а это очередной вызов местным коммунальщикам Данил Русаков Сергей Ведмить Московское бюро телеканала Интер В Британии впервые за 40 лет забастовку объявили врачи что они посчитали несправедливым и почему пациенты которые лишились их помощи приняли сторону своих медиков из Лондона Оксана Кундеренко Задорно с песнями улыбками и плакатами британские врачи вышли на историческую забастовку первую за 40 лет сутки в стране медицинскую помощь оказывают только в экстренных случаях все плановые процедуры отменены ни за операционными столами ни в приемных покоях палатах или рабочих кабинетах сегодня эти доктора вышли на улицы к госпиталям где работают и прямо у порога объясняют пациентам почему решились на такой отчаянный шаг Поймите это не просто желание получить больше денег от государства мы хотим справедливости Кэмерон и его консерваторы пришли на выборы с обещанием сделать медицинскую помощь доступной 24 часа в сутки 7 дней в неделю вот только денег на это в казне нет решили просто заставить молодых специалистов работать по выходным и во внеурочное время за прежние зарплаты нам очень не хотелось бастовать но большинство пациентов поддержали нашу позицию это не вопрос зарплаты это вопрос функционирования всей системы мы должны спасать жизни и делать это эффективно сегодня бастуют только врачи-ассистенты стажеры и интерны сравнительно небольшое количество 55 тысяч человек на всю страну но и такая акция пошатнула национальную систему здравоохранения которая без того переживает глубокий кризис какое будущее ждет нашу систему здравоохранения мы пытаемся ее спасти хватит ли денег? да как насчет забастовки? выходит в любой даже успешной экономике выстроить медицину финансируемую налогоплательщиками задача не из легких британцы месяцами ждут свою очередь чтобы попасть к профильным докторам вовремя не сдают анализы и не получают необходимого лечения когда-то бесплатной медициной гордились нынче для многих это лишняя боль и не всегда головная Оксана Кундеренко Иван Ермаков подробности британское бюро телеканала Интер новый брак 84-летнего Руперта Мердека уборщица Газпрома со своей сумкой за 20 тысяч долларов и самая скоростная кунг-фу упаковщица из Китая об этом и не только в нашем обзоре сумку стоимостью свыше 5000 евро украли у уборщицы компании Газпром видимо воры охотились за ридикюлем за три минуты вскрыли внедорожник Митсубиси Аутлендер принадлежащей женщине и стащили сумку от Диор в Москве именно таких моделей с комбинированной синей и черной кожей крокодила нет купить аксессуар можно только в фирменных бутиках Парижа с сумкой пропали документы банковские карты и кошелек тоже с крокодиловой кожи сколько зарабатывает уборщица неизвестно громкая свадьба в США медиамагнат Руперт Мердок женился на супермодели Джерри Холл ему 84 ей 59 Мердок владелец телекомпании информагентства и нескольких крупных газет Америки Холл популярная модель 70-х в прошлом гражданская жена музыканта Мика Джагера Холл и Мердок вместе вышли в свет на церемонии награждения кинопремии Золотой Глобус предыдущую жену бизнесмен бросил заподозрив ее в измене с экс-премьером Британии Тони Блэром Джекпот лотереи 4 миллиона долларов не забрал житель китайской провинции Дунгуань после того как организаторы подвели итоги и огласили результаты счастливчик должен был прийти за деньгами но в офис так и не явился имя человека не разглашают в истории Китая это самый крупный выигрыш который не забрал победитель Бездомные в Вене станут туристическими гидами они пройдут специальное обучение смогут проводить экскурсии по австрийской столице будут рассказывать то о чем знают лучше всего как живут люди на улицах покажут ночлежку кухню и пункт соцпомощи группе туристов из 10 человек придется заплатить за такую экскурсию 150 евро деньги помогут бездомным прожить в Вене не имея крыши над головой поселение которому 3000 лет нашли британские археологи город бронзового века уже назвали британскими помпеями правда вместо вулканической лавы все древности законсервировал речной ил уцелели даже остатки пищи также ученые обнаружили кухонную утварь останки животных и людей оружие и украшения а это видео становится хитом интернета на нем сотрудница почты Китая очень быстро упаковывает посылки в сети женщину уже назвали кунг-фу упаковщицей пишут она быстрая как молния ее движение похоже на удары Джеки Чана и мультперсонажа панды кунг-фу следите за развитием событий на нашем сайте подробности Юэй хороших вам новостей и до встречи завтра Субтитры создавал DimaTorzok